Клещи в Югре Самый проверенный способ выработать иммунитет к инфекциям, передающимся клещами. Мы неоднократно говорили, что клещево-вирусный энцефалит – это одно из заболеваний, которые передаются клещами, и наиболее тяжелые последствия, вплоть до летальных случаев. Слово сказать, в прошлом году один летальный случай, все-таки мы о нем говорили, это было на территории Октябрьского района. Есть план вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, и по настоящий момент 45% этого плана годового, подчеркиваю, выполнено, и около 67% от плана выполнено это среди детей. Это очень важный момент. Специалисты Роспотребнадзора не устают напоминать жителям о том, что профилактические мероприятия – лучшая мера защиты от клещей. В целях профилактики клещевого энцефалита и боррелиоза ежегодно проводится и акрицидная обработка мест отдыха, прогулочных зон, детских площадок, территорий, прилегающих к образовательным организациям, спортивным и культурным учреждениям. В защитных костюмах и в масках против клещей у мобильной бригады специализированный раствор. Убийственный коктейль для паукообразных заливают в механизированные опрыскиватели. В Нягоне на первом этапе уже обработано порядка 160 гектаров муниципальной земли. Перечень территорий, которые у нас проходят по каррицидной и ларвицидной обработке, каждый год добавляются лишь новые территории, которые были обустроены, такие как парки и скверы. В основном, в первую очередь, у нас обрабатываются места, где у нас проходят мероприятия у детей, и также парки и скверы, где большая проходимость людей. В Нягоне коррицидная обработка проходит в три этапа с интервалом в 30 дней. Через пять дней после каждого такого сеанса на объекты заглянут специалисты из лаборатории, проверят эффективность работы дезинфекторов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...